Особое мнение на 101FM Прислал на сайт Андрей Он пишет следующее Здравствуйте, на митинге вы предложили отнести мусор к правительству Отнесли вы его? Имеется в виду митинг 17 марта Ну, на самом деле там каждый услышал то, что он хотел услышать Я никому ничего не предлагал Я порассуждал вслух, что я могу сделать в этой ситуации И вопрос такой был гипотетический на самом деле Вот мусор я к зданию правительства не отнес Потому что меня от этого действия отговорили, так скажем Кто отговорил? Ну, близкие Близкие по партии или близкие дома? Близкие дома А чем аргументировали? Аргументировали тем, что у нас есть предприятие Которое может в силу определенных обстоятельств Быть подвергнута каким-то негативным воздействиям Не подставляйся, в общем, скажем И нас не подставляй Да, и нас не подставляй Ну, тогда, значит, второй вопрос, который Андрей здесь написал На сайте хакеров.ру Готовы ли вы организовать подобную акцию? Ответ нет Вы приняли решение, что нет Нет, не готов Я и на митинге тоже никого не приглашал это делать Я просто порассуждал, что я, как человек, могу сделать в этой ситуации Ну, тогда еще следующий вопрос Андрей мне очень хорошо помогает по мусору здесь с вами беседовать Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы изменить тариф на твердые коммунальные отходы И сделать его с человека? Это было одно из требований митингующих Ну, наверное, можно еще раз собраться И потом еще раз собраться И если такие акции будут многочисленные И привлекать большое внимание и властей Может быть, они задумаются и поменяют свое решение Последнее, что пишет Андрей В регионах, где прошли акции протеста Плату с квадратного метра отменили У меня вот нет информации от меня, где отменили после митингов Почему наше правительство нас не слышит? Слышит ли? Ну, пока на самом деле я тоже никаких изменений в этом направлении не вижу И не наблюдаю, и не знаю, как там внутри правительства Какие, так скажем, происходят процессы Пока из очевидного такого ничего не изменилось Мы тогда вернемся к этому митингу 17 февраля Сразу после того, как он прошел в понедельник Губернатор, на самом деле, с организаторами митинга встретился Там от «Справедливой России» был Алексей Кузьмин Как представитель партии Был представитель партии ЛДПР Кирилл Писный Был организатор митинга И еще один человек, который тоже был организатором И я там была Итог подвел господин Семенищев, который организовал этот митинг Старший по домам И он как раз написал следующее Договорились о диалоге Если диалог будет настоящим, то можно обойтись без митингов Пишет Семенищев А наши вопросы решать быстрее и конструктивно Согласны ли вы, что без митингов Путем рассадки за круглым столом Можно решить эти вопросы Сейчас, на данный момент Ну, я думаю, можно Было бы желание у власти решать эти вопросы А не заниматься там пустословием Если они действительно услышали людей И хотят им помочь В решении насущих проблем То, я думаю, в принципе, возможно Губернатор на этой встрече предложил Решать эти вопросы за круглым столом Вот в рамках общественного совета Который сначала создавали при Куприте Затем решили на первом заседании этого общественного совета Что он будет при муниципалитете города Кирова А губернатор предложил все-таки сделать этот совет Общественный совет регионального значения При областной какой-то структуре Вот такой инструмент был предложен Вместо митинговой уличной активности Ну, если у власти есть желание Сесть за круглый стол и договариваться Почему бы и нет? Я, в принципе, поддерживаю такие настроения Вы считаете, что этот инструмент все-таки более эффективен, чем уличная активность Или необходимо сохранять вот эту уличную активность И добиваться до конца Уличная активность, она показывает, прежде всего, власти о том, что проблема насущная И много людей заинтересованных, и много людей несогласных Вот, и для начала Ну, это, когда акция проходила Этот митинг Он, как бы, собрал достаточно много людей Вот, и дал понять От тысячи до полутора, по-разному Дал понять нашим властям о том, что проблема насущная Проблема очень важная И люди с решением в таком виде этой проблемы не согласны Нет ли угрозы того, что вот очередным общественным советом А у нас сейчас столько общественных советов в регионе Что вот не хватит пальцев всего организма, чтобы считать, сколько их там, в разы больше И вот еще один общественный совет Нет ли угрозы того, что вот такими обсуждениями и общественными советами Которые увеличиваются теперь еще и в составе На самом деле этот вопрос и эти вопросы, они будут затерты так Отодвинуты на задний план Ну, это мы только сможем увидеть, когда это все произойдет Сейчас пока сложно сказать Есть ли у них намерение действительно что-то менять Или они хотят просто сесть поговорить и ничего не сделать Федор Сураев особое мнение Федор, а когда мы увидим? Вот сколько времени нужно давать? Вот надо ли устанавливать четкие сроки, чтобы увидеть? Там, условно, месяц, полгода, в конце года посмотрим И там посмотрим, выйдем снова на улицу или нет Ну, я считаю, что такие вопросы должны решаться очень быстро Максимально сжатые сроки И там месяц-два более чем достаточно для принятия каких-то решений Ну вот мы видим, что очередной митинг, который был посвящен мусорной реформе В эти выходные прошел Его организовывала партия КПРФ И туда снова пришло порядка 100 человек Как обычно у нас ходят на митинги 100-150 человек, не больше То есть вот такой активности, которая была в 17 марта Уже нет Ну, туда пришли, прежде всего, наверное, сторонники КПРФ Поэтому не было такого большого количества людей Вот, а митинг 17 февраля он собрал большое количество людей Потому что там были представители разных политических движений Вот, и разных общественных объединений Поэтому он был более многочисленный Я думаю, что если сейчас собрать такой же митинг Который будет, так скажем, ни одной политической силе относиться То он также соберет большое количество людей Еще про мусор начнем говорить до короткого перерыва ОНФ, общероссийский народный фронт Провел анализ и сделал большой отчет По тому, как реализуется мусорная реформа в Российской Федерации И что народ по этому поводу думает Общие такие вот, общие настроения Это разочарование от мусорной реформы Говорят лидеры ОНФ Но и приводят и частные какие-то вещи Например, они сказали о том, что в областях Где единственный оператор по мусору Территориальный оператор В такие области готовится обращение в УФАС В Федеральную антимонопольную службу Более чем в половине конкурсов Участвовал только один прецедент Пишет ОНФ, который стал победителем Кировская область не стала здесь исключением А ОКУПРИТ был единственным участником По этому поводу ОНФ собирается обратиться К Федеральную антимонопольную службу Правильное решение? Я считаю, правильно Конечно, если проходит такой большой аукцион И там значительные средства привлекаются Должно быть как минимум 2-3 участника А когда участник один и победитель сразу известен Тут сразу возникает множество вопросов В том числе и антимонопольной службы Я считаю, что это предмет для внимания с их стороны И нужно в этом вопросе очень серьезно разобираться Доклад, который ОНФ опубликовал Общероссийский народный фронт Он направлен Владимиру Путину То есть очевидно, что он будет проанализирован И какие-то распоряжения будут переданы И еще о чем говорили Вот как раз разочарование от реформы ОНФ связывает с тем, что не во всех регионах Сразу возникла мусоросортировка Не говоря уже о мусороперерабатывающих заводах И надо напомнить, что в Кировской области Обещали построить первый мусоросортировочный комплекс В конце 2019 года как раз в Осенцах И в связи с этим Кстати, такой вопрос задавали мы тоже на встрече с губернатором После митинга В связи с этим от господина Редькина Министра ЖКХ все время требует ответа Почему все время Осенцы? Почему все время одни и те же организации? Потому что совладелец Куприд Он же владелец, например, этого же полигона в Осенце Почему нет других инвестиций? Нет других инвесторов В очередной раз Игорь Юрьевич Хередькин сказал Что никто не хочет инвестировать в эту отрасль Прямо вот там на заседании Потому что территория здесь большая Она мало населена Все коммерсанты любят быстро деньги зарабатывать А здесь быстрых денег нет Это деньги долгие и длинные Чтобы зарабатывать здесь надо 10 лет отработать Вот по нашим сведениям И я приводила этот пример там И множество источников разных И в том числе эксперты здесь Говорили и про внутренних инвесторов И про внешних И даже при заребежных И просто вот инвесторов не пускают на рынок Может быть он уже поделен Или они действительно такие неблагонадежные И правительство очень трепетно относится к отбору И не видит там достойных Ну у меня такое ощущение складывается Что действительно не пускают инвесторов на этот рынок И что есть у кого-то какие-то интересы в этой сфере Вот и таким образом выставляют искусственные преграды Для вхождения в эту отрасль О том что есть инвесторы И приходили инвесторы реально с деньгами Я тоже об этом слышал Вот и мне лично непонятно почему Людей которые хотят заниматься бизнесом На нашей территории не пускают Выставляют им какие-то ограничения Для меня это непонятно Но лично вы не знакомы с такими людьми Не встречались никогда с реальными инвесторами Нет лично я с ними не знаком И не встречался Ну по роду своей деятельности Наверное не совсем это наша тема Вот и поэтому таких встреч у меня не было Федор Сураев Его особое мнение мы слушаем сегодня Сейчас прервемся на полминуты И снова вернемся в студию Продолжается программа Особое мнение Здесь у микрофона работает Светлана Занько А свое особое мнение высказывает Депутат областного законодательного собрания Партия Справедливая Россия Федор Сураев Федор, безусловно, самой яркой И самой страшной историей Которую обсуждалась и на прошлой неделе Тоже была смерть трехлетней девочки И последовавшие за этим события Ну, наверное, как раз последовавших событий Мы начнем разговор Хотя вы можете вернуться и непосредственно К самой смерти Но, пожалуй, впервые, наверное, в нашем регионе Мы увидели такой образец корпоративной солидарности Потому что, наверняка, вы тоже видели Вот видеосъемку, которую осуществил Следственный комитет Когда задерживал Когда задерживал заведующую поликлиникой Которой была приписана Вот эта девочка трехлетняя Под камеры Надевая наручники Вкладывая в руки бутылку с водой Котомочку, видимо, с какой-то одеждой И уводя в СИЗО Все это растиражировали Растиражировали сначала СМИ региональные Потом федеральные И события стали разворачиваться по сценарию Который вот в нашем регионе Еще раз говорю Никто никогда не описывал раньше Потому что около ста педиатров Написали заявление об уходе Об уходе, об увольнении В поддержку вот этой заведующей Выражая такое мнение Что это несправедливые действия Следили ли вы за этой ситуацией? Что скажете? Ну, я на самом деле не следил за этой ситуацией Но немножко он слышен Ну, ситуация на самом деле вопиющая Почему именно там заведующие поликлиники Предъявляют там какие-то обвинения И, ну, мне на самом деле непонятно Хотя там должны были в этой ситуации Разбираться и участковые, и органы опеки Каким образом заведующая поликлиники Могла нести ответственность За какие-то события, которые происходили Внутри семьи Мне на самом деле непонятно Ну, обоснования были очень простые Не найдя девочку на месте Видя, что она не обслуживается Видимо, следственный комитет посчитал Что именно врачи должны были сообщить куда-то О том, что там что-то происходит такое В этой семье Для меня неясно только остается одно Именно куда должны были сообщить врачи И кто, в конце концов, из органов наших Отвечает за подобные вещи За подобные неблагополучные семьи Не знаю, могу только предположить Что, скорее всего, воры на опеке Должны были сообщить Но не знаю, насколько это и их полномочия И должны ли были они сообщить Для меня на самом деле не совсем понятно Но я считаю, что в этой ситуации Конечно, именно органы опеки Должны какую-то, так скажем Не уголовную ответственность нести Но какую-то, как минимум, моральную ответственность А у вас есть представление о том Как вообще Из чего состоят эти самые органы опеки В современном нашем государстве Каковы их полномочия Где сфера ответственности За какими конкретно вещами они следят И что они могут Вы себе представляете, как это работает В общих шортах, конечно Потому что я там сам не работал с ними Как бы в работе не сталкивался Поэтому Но в вашем представлении Вот человеческом, депутатском За что отвечают органы опеки? Они как раз должны отвечать за такие случаи Когда с детьми плохо обращаются Или плохо следят за ними Или еще какие-то такие моменты И тогда уже выносить вопросы О лишении их родительских прав Или еще чего-то Вы знаете, что по последним отчетам Всех детских омбудсменов И следственных органов И ОМВД Почти половина преступлений Совершаемых в отношении детей Совершается в семьях Родными родителями или попечителями О чем это нам говорит? Это тоже было преступление, естественно Половина, 50% почти Говорит это, наверное, о низкой какой-то культуре Что ли, семейной и личной вообще В целом людей Как я просто, ну не знаю Не могу себе такое представить Как можно там плохо относиться к своим детям Для меня это непонятно Вот смотрите, это история, на самом деле Которая депутатов касается напрямую И партии касается напрямую Из года в год мы видим увеличение преступлений В отношении детей в семьях И ничего не происходит Статистика только все более устрашающей становится И даже депутаты Областного законодательного собрания Не знают, как работают органы опеки За что они отвечают И вообще, как этот механизм выстроен Я тоже не знаю Я помню из детства своего Что мы все были под очень жестким присмотром Дядя участковый знал каждую семью абсолютно Каждого папу, маму, бабушку, дедушку Кто, где, чего, где дрался От самых сопливых драк до самых страшных драк Он взаимодействовал участковые С учителями в школе раз С участковыми врачами два И с соцслужбами три Соцслужбы, мы прекрасно их помним тоже и с детства Мы даже с ними по Гайдаровской Там вот юные Гайдаровцы там Ой, да Помните, когда мы патронировали пожилых людей Помогали им и так далее Мы с ними как-то контактировали Сейчас вообще не представляю себе Как выстраивается эта работа И только мы видим вот эти цифры страшные Которые каждый год растут, растут и растут По поводу преступности в отношении детей Ну тут есть, видимо, такая почва для работы И для депутатской работы в том числе Но там, я так полагаю, нужно менять какие-то законы Федеральные в том числе Вот, и эти все взаимодействия нужно выстраивать заново Если они были потеряны с тех времен Справедливоросы встречались с врачами После того, как те написали 100 заявлений об уходе? Кто-то из вас присутствовал на встречах этих Я не знаю, анализировал эту ситуацию Собирали ли вы партийное собрание какое-то по этой теме? Я как не член партии не могу, к сожалению, прокомментировать сейчас эту ситуацию Но вы же от Справедливой России выступаете Я, да, от Справедливой России в тех собраниях Ну не было, я так понимаю Насколько мне известно, не было Но точно не могу сказать Хорошо, Федор Сураев Это его особое мнение мы сегодня слушаем Событие из другого разряда Это закон о разделении властей В кавычках его берем, потому что это народное наименование Та самая административная реформа, которую уже провели и получается в жизнь На последнем заседании областного законодательного собрания Где, конечно, вы принимали участие Разделили полномочия губернатора региона и председателя правительства Довольны ли вы результатом? Предложение последовало от Игоря Владимировича Васильева Ну, что хочу сказать Я лично эту инициативу не поддержал Почему? По каким причинам не поддержали? И в полном ли объеме? Ну, я воздержался лично по всем вот этим вопросам Вот Почему объясню? Потому что на самом деле мне не совсем понятно Истинные цели всех этих преобразований Хотя нам говорят о том, что руководство региона будет более мобильным Будет больше, так скажем, сил и средств направлено на реализацию национальных проектов Вот Ну, поживем, увидим, как говорится Поэтому сейчас пока сложно говорить Будет оно лучше или будет оно хуже Все зависит от персоналей То есть кто возглавит правительство Кто будет вице-губернатором А все известно уже Все известно уже Буквально на следующий день Губернатор озвучил фамилию человека Которого он предлагает на пост председателя правительства И его зама Это Чурин Александр Анатольевич Это было сказано буквально в четверг У вас же в среду было заседание у ЗС В четверг Значит, в пятницу было сказано Заместителем председателя правительства Предлагает сделать губернатор господина Курдюмова Дмитрия Александровича И, если я не ошибаюсь, господина Плитко Сделать первым Сделать вице-губернатором Вот вам фамилии, пожалуйста Вы их знаете прекрасно Эти люди работают не первый год в правительстве Да, с этими людьми, конечно, я знаком Не знаю, посмотрим, как будет дальше У них выстраиваться все эти отношения Вот вы знаете, ваши коллеги из ЛДПР Гораздо более определенно высказывались по этому закону Когда здесь Владимир Костин сидел, он сказал четко Что, в принципе, они принимают вот такое предложение О разделении властей В принципе, они поддерживают губернатора в том Что он, пускай в Москве, открывает все двери Обеспечивает нас финансовыми потоками Решением проблем А в оперативном управлении область должна быть У председателя правительства Который местный, который понимает бизнес Который понимает экономические процессы И у него должен быть крепкий соратник по социалке Вот мы с вами видим бизнесмена Чурина Экс-бизнесмена Чурина И очень крепкого чиновника по социалке Господина Курдюмова Куда еще смотреть-то, Федор? Разве нельзя уже какие-то им наказы раздавать? Наказы? Ну, наказы им, наверное, будет раздавать все-таки губернатор А мы будем смотреть на результаты их деятельности То есть, деятельность ведь как оценивают? По результатам, если результат будет То, да, значит, эти люди достойны И на своем месте находятся Если результатов положительных не будет Значит, вопрос нужно по-другому ставить Возвращаясь к позиции ЛДПР Они сказали, что они за то, чтобы Чурин Стал председателем правительства Но против персоналей Курдюмова в какой бы то ни было высокой должности Потому что считают, что он мало сделал для области Для области в сфере медицины и образования Поэтому будет голосовать против этой кандидатуры У вас есть определенность по конкретным фамилиям? Чурин Курдюмов? Ну, по поводу Курдюмова, не знаю Лично у меня он вызывает доверие Человек, который, ну, такое впечатление складывается Что хочет работать и хочет работать на благо региона Поэтому я буду голосовать за эту кандидатуру По поводу Чурина, ну, не знаю Я только угу сказала, потому что я удовлетворена Что вы, наконец-то, озвучили позицию по поводу конкретной персоны Да, ну, по поводу Чурина и Плитко Не знаю, если губернатор доверил им такие должности Давайте посмотрим уже по результатам Так, еще одно высказывание, одно мнение По поводу вот этой административной реформы Экс-депутат ОЗС Дмитрий Русских сказал Что он бы обязательно внес предложение о том Чтобы это была не одна кандидатура Чтобы можно было предлагать фракциям Любым своей кандидатурой на эту должность И обязательно должно быть тайное голосование Как вы относитесь к такому предложению? Ну, тут я, наверное, не совсем согласен с Дмитрием В каком плане, что губернатор все-таки должность выборная И он потом набирает себе команду И как он будет предлагать несколько И кто-то другой будет предлагать им людей в команду Не совсем, наверное, правильно Вот по поводу того, что голосование должно быть тайным Я полностью поддерживаю Потому что, ну, хотелось бы, там, не знаю Какой-то более объективной картины Не то, что мы увидим на мониторах Вот, по персоналям Ну и, конечно же, у нас, как у ЗАГС-собрания Обрезают полномочия В том плане, что не всех министров И не всех заместителей председателя правительства Будем согласовывать мы в дальнейшем То есть, там остается только вице-губернатор Председатель правительства Первый зам Вот, и еще два профильных министра Это угроза? Ну, я бы... Ну, есть ли здесь какие-то подводные камни? Ну, не знаю Хотелось бы все-таки сохранить полномочия У ЗАГС-собрания Чтобы мы тоже принимали в этом участие Но вы проголосовали ЗАГС-собрания Я когда говорю вы ЗАГС-собрания проголосовали За вот обрезание этих полномочий Ну, все предложения прошли Да, надо понимать, что, конечно, да Все это утверждено И уже будет реализовано в ближайшем будущем Прервемся на полтора минуты у нас рекламы И продолжим программу «Особое мнение» Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение» У микрофона работает Светлана Занько А напротив меня депутат Загонодательного собрания Кировской области Федор Сураев Еще по поводу административной реформы И обоснований, которые приводил губернатор И которые, видимо, заставили большинство депутатов ОЗС Проголосовать за эту реформу по всем пунктам Очень яркая фраза прозвучала Губернатор сказал, что в новой конфигурации Система управления регионом станет более мобильной И сможет обеспечить прорыв в развитии Которого ждет президент Я фразу эту не очень поняла Честно говоря Потому что я думала, что прорыв в развитии Какого-то региона Или какого-то муниципалитета И какого-то города, села Люди ждут Они основные заказчики Перед ними и депутаты ОЗС И депутаты Дум различного порядка И губернаторам в том числе Должен отчитываться о том Что он там предпринимает Какие действия прорывные А у нас очень важно, видимо, чтобы президент это заметил Но, может, действительно это важнее все-таки Может быть, это мобилизует чиновников и депутатов ОЗС На принятие каких-то конкретных решений И только словом президент можно подвинуть Каким-то серьезным действием тех, кто руководит нашим регионом Ну, будет это слово президент Или будет это слово народ или избиратели На самом деле для меня не очень важно Для меня важен результат Если будут какие-то положительные сдвиги Для вас это не важно Но для губернатора, видимо, важно Иначе бы... Вот тут стоит слово не народ Не жители Кировской области А президент Ну, видимо, он таким образом для себя расставляет приоритеты У каждого свои приоритеты Я тут не могу прокомментировать Вот Для меня важен результат Если будет положительный результат То мне, как человеку, как избирателю, как депутату Без разницы, какая мотивация была у высокопоставленных чиновников Для меня главное, чтобы был положительный результат Для вас А для депутатского корпуса всего Все-таки чем... Вы же общаетесь с людьми и понимаете Что вот чем обоснования утверждаются Больше такую силу принимают Когда вот звучит слово президент, наверное, и указы Потому что в каждом буквально поручении Везде во исполнении указов Президент ожидает Нет времени для раскачки И что-то как-то там вот Все меньше и меньше мы слышим Что ожидает народ на самом деле Или, может быть, у меня уже какой-то перекос в сознании Но у меня покоробила эта фраза Ну, у меня на самом деле... Ваших коллег больше все-таки Кто возбуждает к действиям? Президент или народные ожидания? Ну, если рассматривать там депутатский корпус То у них, наверное, все-таки на первом месте Идет президент и правительство Российской Федерации Судя по тому, какие решения они принимают И на основании отзывов правительства Как они голосуют Для меня создается впечатление Что для них важнее мнение правительства И указы президента В общем, губернатор знал, на какие кнопки жать Для того, чтобы это решение было проведено через ЗАГС собрания Слово президент у нас по-прежнему в сознании, видимо, всех Не только депутатов, но и народных Мы же тоже привыкли, если жаловаться, то сразу президент Думаю, что только он все решает Может быть, сами виноваты в том, что и губернатор здесь на президента ссылается А не на ответственность избранников народных перед народом Может быть, может быть и сами Так, следующий вопрос касается городской инфраструктуры И городского хозяйства Не знаю, как вы, но я заметила, что последние недели две Может даже меньше, может даже полторы Улицы города преобразились Вдруг внезапно стал вывозиться снег со второстепенных улиц Прямо проспекты открылись Я даже и забыла, что у нас такие широкие улицы второстепенные И даже чистятся тротуары Вот очень хороший показательный момент Тротуар перед нашим офисом, прямо у здания правительства Мы всю зиму ходили по Козьей тропе Практически между такими альпами снежными И вдруг все расчистили И даже между деревьями тоже очистка прошла В городе прокомментировали эту историю Народ стал удивляться И исполняющий обязанности директора нового управления по дорогам и парковой культуре Господин Ишутинов сказал, что в результате перераспределения ресурсов Нам удалось усилить работу на тротуарах Было выведено максимальное количество мини-тракторов и погрузочной техники А также рабочих по ручной очистке А почему раньше этого не сделали? Почему надо было марта ждать? Не знаю Не могу сказать, почему раньше Но на самом деле действительно изменения видны Изменения в положительную сторону Хотелось бы, конечно, чтобы на протяжении всего зимнего периода Именно таким образом работали наши коммунальные службы И подрядчики А не только в начале марта Когда снег уже через неделю-другую начнет сам уже таять Только так? Даже не покритикуете ни за что? Вот у меня есть за что покритиковать Я хочу спросить вашего мнения как хозяйственника Я с большой радостью сегодня наблюдала Сегодня, 4 марта Наблюдала очищенный тротуар Здесь у нас на Московской 40 Широкий тротуар Вывезен снег, который лежал на газонах На тротуаре и все на свете Газон засажен такими уже Очень многолетними липами Которые украшают очень вот здесь вот театральную площадь И прилегающие к ней территории И практически каждая первая липа Ну хорошо там, пусть каждая вторая Но каждая вторая липа повреждена техникой На каждой второй липе зарубки Причем очень глубокие Мы буквально недавно делали эфир По зеленому хозяйству города И у меня вот есть ощущение Что одна рука лечит, снег убирает А другая калечит деревья И я не знаю, кто теперь за эти деревья будет отвечать Неужели нельзя осуществить расчистку Без того, чтобы травмировать зеленые насаждения Ну я думаю, все-таки можно Должны исполнители более аккуратно Все эти работы проводить И, наверное, все-таки они должны за это отвечать Если есть какие-то претензии Я думаю, город, как заказчик Может предъявить эти претензии подрядчикам Только вопрос в том, будет ли у него желание Все это делать И потом Вот вы депутат сейчас И горожанин Вы говорите, город может Если будет желание Депутаты разве так говорят? Город, по идее, должен Он может и должен Я хочу все время это услышать Мы можем сделать то Можем сделать все Если будут какие-то такие обстоятельства Вот налицо обстоятельства Вот проведена уборка Есть ответственные лица Причем одно и то же лицо Господин Ишутинов Он и за дороги тротуара отвечает И за зеленые насаждения Вот проверку того Как, собственно, сохранили После всего этого добра Зеленые насаждения Кто будет осуществлять? Я так понимаю Что заказчик должен Осуществлять проверку Качество выполнения работ А если У вас, Светлана Как вот У человека С активной позиции Есть какие-то претензии Я думаю, вы можете Эти претензии направить В администрацию И пусть они разбираются Я прямо сейчас сообщаю Через прямой эфир Потому что это тоже обращение Что на улице Московской Сорок Очищен тротуар И газон от снега И повреждены липы И прошу принять меры Спасибо То есть я это сделал Через эфир Спасибо депутату Властного законодательного собрания Скажите, но у вас же есть Собственный опыт Я знаю, что территория предприятия На котором вы работаете Она чистится очень регулярно И зеленые насаждения там имеются У вас как это все осуществляется? Ведь город это тоже Да, большое, но предприятие У нас все процессы эти налажены У нас все время чистится снег Регулярно вывозится И поэтому у нас проблем с этим нет Вы бы, если бы увидели у себя На территории дерево Которое после очистки Повреждено было Что бы сделали? Как человек, который работает И на этом предприятии Начальствует Да, я бы, конечно, пригласил человека Который все это сделает И испортил И заставил бы его Каким-то образом Компенсировать Все эти Так скажем Повреждения То есть мимо своей елки Вы бы не прошли на предприятии А мимо вот этих Проходите Ну, я как депутат В принципе, могу написать Обращение Вы не заметили Когда проходили Нет, я не заметил Вот это просто очень важно Это тоже ведь показательная история Я не заметил Я припарковался Прямо напротив входа Мне повезло сегодня Ну, мне кажется Что это частая На самом деле история Когда мы вот радуемся Правда, радуемся одному Ну, просто очень вопиюще было Просто деревья очень сильно ранены Но вот это вот, кстати Наша с вами сейчас дискуссия По поводу того Кто должен заметить Кто должен принять меры Кто должен сообщить И кто должен отвечать Она касается абсолютно всего Вот, конечно, деревья Это не маленькая Умершая трехлетняя девочка Но это тоже вопрос ответственности И безразличия Или небезразличия Согласен Нет, но тот, кто заметил Тот и должен сообщить Если вы заметили Вы сообщили через эфир Вот Я, к сожалению, не заметил Поэтому Сейчас вы мне об этом сказали И, конечно, давайте Может быть С совместными усилиями Что-то сделаем Что-то с этим сделаем Да, сделаем Обращение в администрацию Еще одно Коротко можно прокомментировать Буквально одной минутой Еще одно сообщение По поводу дела Ефаркина Это господин Который возглавлял Завод охотничьего оборудования Который, собственно говоря И является символом дела По парку Победы Еще несколько 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 фрагментов дела Добавлено К общему делу Ефаркина Теперь Это уклонение От уплаты налогов В особо крупном размере По данным следствия Соучредитель Кировского завода Охотничьего рыболовного Снаряжения Леонид Ефаркин Выводил деньги Предприятие через фирму Оформленную на подставное лицо С ней он заключал Мнимые сделки По покупке недвижимости По значительно завышенной стоимости В общей сложности На счета Ефаркина Поступило более 85 миллионов рублей Ну на самом деле Меня эта история не удивляет И если Предприниматели Ведут Какой-то теневой бизнес И какими-то Различными Способами Пытаются Заработать В том числе И не совсем законными То уклонение От уплаты налогов Это такое Как скажем Баловство Для таких людей Спасибо Это было особое мнение Федора Сураева У микрофона работала Светлана Занько Всем хорошего дня